Дорогие друзья, приветствую вас! В общем, было много запросов на тему не только теста, но и конкретно пиццы, потому что весь русский народ, я не знаю, почему люди, живущие в России, очень похожи на итальянцев, это именно потому, что они любят пиццу. У меня в гостях Аркадий Грицевский, это мой хороший друг, очень близкий, крутой повар, но самое главное, что он президент Федерации пиццы-акробатики России. Ну, то есть он делает пиццу и может делать акробатические этюды. На кольцах висеть, подтягиваться классно, шучу. В общем, пицца-акробатика, потом Аркадий расскажет в процессе. А я сейчас хочу, чтобы мы сделали базовое, такое, знаешь, самое обычное, но в то же время самое популярное тесто для пиццы, которое мог бы использовать каждый наш подписчик у себя дома. Конечно, это я понимаю, что не так просто, но вот я как раз пригласил Аркадия, для того, чтобы он профессионально рассказал о том, что должно быть и что нужно знать для приготовления пицца-теста. Всем здрасте, очень рад. Вася, спасибо за приглашение. Приветствую. Ну, да, наверное, все-таки наша задача больше развеять миф о том, что в домашних условиях это все нереально, невозможно. Все возможно, главное знать как. Я думаю, мы сегодня покажем. Все очень просто, доступно. Будет делаться из самых доступных простых продуктов, которые можно купить абсолютно в любом магазине. И самое главное, это в домашних условиях. Итак, делаем сегодня классическую пиццу, итальянскую, на тонком тесте, с созреванием теста где-то, ну, минимум от 24 часов. Созревание здесь самое главное. Все-таки у нас будет присутствовать дрожжевая ферментация. Наша задача наполнить тесто углекислым газом. То есть основное созревание как раз в этом и заключается, чтобы было как можно больше углекислого газа. Что это дает? При выпекании, известно, да, то есть при нагревании газ расширяется. И вот тот борт, который в основном все не доедают в силу того, что он забитый, неправильно сделанный, есть такое понимание, как рисунок паутинка, знаешь, да, то есть бортик, а в нем так пусто. Вот, мы сегодня постараемся этого добиться, мы покажем, как и заметить тесто. И также у нас есть тесто, которое уже созревало 72 часа. Вот время созревания как раз заключается в том, сколько содержит белка мука. Соответственно, чем меньше белок, тем тесто слабее. Соответственно, оно не может лежать долго, оно просто расползется. Чем выше белок, тем сильнее сила муки, тем дольше оно может лежать. Белок указан, да, совершенно верно. Вот здесь любую муку берете и смотрите. Белки, углеводы, тут сахара, еще чего, какие-то витамины. Вот белки в нашем случае 10,3. 10,3, да, это не совсем сильная мука, это, так скажем, она подойдет, но ее созревание не должно превышать где-то, ну, суток. То есть, если мы сегодня сделали в обед, то завтра в обед ее уже нормально можем выпекать. То есть, на вторые сутки она поведет себя уже не очень хорошо, она хорошо созреет, она наполнится углекислым газом, она будет хорошо выпекаться, но она будет очень жидкая, работать с ней будет не совсем удобно. Вот, поэтому смотрите на белок. А какие виды белка бывают? Сколько там, какое количество может быть? Ну, в нормальном соотношении, то есть, это где-то вот как раз от 10 грамм до 19 грамм белка. То есть, 19 это уже считается сильная мука, которая способна созревать до 72 часов. То есть, в нашем случае, если мы говорим про хорошее созревшее тесто, правильно итальянское, тонкое, с хорошим содержанием газа, то это как раз вот где-то от 19 до 380 мука. Она потрясающе себя ведет, потрясающий борт, рисунок. И, да, в Италии толстых нету, как раз вот из-за этого. То есть, вся клейковина уже, собственно, вышла, поэтому тесто созревшее, дрожжи безопасные, можно спокойно есть. Ну, то есть, нельзя приготовить просто какое-то пельменное тесто, а потом его раскатать, на него что-то наложить там тонну и отправить в духовку. То есть, сесто для пиццы должно прям созревать. И это обязательное условие для того, чтобы получилось вот тот тончайшее, хрустящее. С полым бортом. С полым бортом, да. Ингредиенты, как я говорил, самые простые. У нас мука. Для замеса нам потребуется килограмм муки. Есть золотое правило 1 к 2 всегда соотношение. Это мука-вода 1 к 2, соль-сахар 1 к 2. И дрожжи соотношение от соли. Потому что, так скажем, основной конфликт это всегда дрожжи и соль. Итак, значит, у нас килограмм муки, пол-литра воды, 15 грамм соли, 30 грамм сахара, 80 миллилитров масла и 7,5 грамм дрожжей. Вот, пожалуй, все. То есть, никакой хитрости нету. Смешиваем все ингредиенты, хорошенечко вымешиваем. Начнем? Давай. Масло, господа, у нас экстра-верджин. Ну да, это первый отжим, холодный, без запах. Желательно, если не разбираетесь, попробуйте просто, чтобы не было горечи. Иначе тесто в конце тоже будет немножко горчить. Итак, есть мука, сахар мы смешали уже с дрожжами, отвесили. Нам не надо там дрожжи замачивать в тепловой воде? Нет, 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 абсолютно не нужно это. Соль. Всегда предлагаю смешать сначала сухие ингредиенты для того, чтобы дрожжи равномерно разошлись по муке. И самое главное, что необходимо соблюсти, я уже сказал про расстойку, это холодная вода. Потому что созревание, не надо запускать дрожжи при помощи теплой воды. То есть, желательно, чтобы вода была ледяная. Тот процесс замешивания, который нагревает весь наш замес, он должен затянуться по максимуму. То есть, мы в холодильник должны положить уже пиццеболы, такие шарики, мы сейчас покажем, температурой не выше 21 градус примерно. То есть, 21 до, так скажем, 23. Но надо ледяную воду прям лить? Желательно даже еще использовать лед. А, да, да. То есть, ну, у нас холодная вода, нормально, комфортная. Так, льем все? Да, вливаем все. Сейчас равномерно размешаем. Масло когда? И масло потихонечку добавляем. Тонкая стройка, чтобы получился майонез. Главное, равномерно, да. Ну, на такой скорости я взбивать, к сожалению, пока не научился. Но, смотри, можно же ведь использовать комбайны для вымешивания теста, да? Чтобы вот, например... Совершенно верно. Если есть дома, то для удобства, конечно. Но, опять же, самое главное, не перебить. Если вы используете какие-то гаджеты такие, то это все нагревает тесто. Поэтому желательно все-таки учитывать время. То есть, это где-то, так скажем, от 7 до 10 минут максимально. Аркадий, скажи, а вот дома люди делают, по-моему, массу различных ошибок. На что нужно обращать внимание? Ну, давайте начнем с, наверное, самой первой, самой распространенной ошибки. Это яйца. Это не лапша. Нам здесь яйца не нужны. Никакой теплой расстойки не должно быть, как у нас любят обычно, да? Сделать тесто, накрыть полотенчиком, убрать какое-нибудь теплое место. Вот, в этом случае не надо повторить, что у нас холодная расстойка, которая продлевает, так скажем, срок жизни. Процесс ферментации идет, но идет довольно-таки медленно. Не надо делать опару, там, запускать дрожжи за счет сахара. Это все не нужно. Так, а тесто у нас получается довольно жесткое. Оно мягче тесто для пасты или жестче, или вот как определить? У нас, мне кажется, все домохозяйки мерилом является тесто для пельменей. Да, совершенно верно. Тесто для пельменей какое-то, почему-то уже устоявшееся такое критерие оценки. Нет, здесь оно довольно-таки не жесткое, на самом деле жесткое. Известный закон, сила порождает силу, вот так сила, которая есть, соответственно, то вот она сейчас сопротивляется. Поэтому, как только мы его оставим буквально на 10-15 минут, увидишь, насколько оно будет эластичное. Дрожжек, особенно, когда запустится, оно будет такое полое, мягкое. Все, сейчас наша задача разбить сахар равномерно, распределить дрожжи, вымешать до того состояния, пока оно не будет рваться. Сделать шарики, накрыть пленочкой и убрать в холодильник. Что значит рваться? Вот сейчас оно не рвется? Нет, нет, вот сейчас, видишь, еще у нас есть вот такие вот не единая консистенция. Сейчас мы убираем и дальше продолжим работу на столе. Так, муку надо? Нет, нет, больше не надо уже подсаживать муки. То есть она не будет прилипать, и мы спокойно можем это вымешивать? Да. Всем известно, ну, кому неизвестно, я повторюсь, что тесто всегда любит руки. И вымешивать его на столе. Вот все, кто смотрел фильмы про поваров, конечно же, итальянцы, особенно вот они все это вымешивают руками, все в муке. И для некоторых даже девушек я это точно знаю. Вот эти вот руки в муке являются каким-то таким эталоном пекаря, там, пицца-мейкера. Их это даже, я бы сказал, возбуждает. Ну, конечно, здесь, в общем-то, работа с тестом это вообще приятное очень удовольствие. Я вам хочу сказать зря, если кто-то из вас каждый раз говорит себе, о, я не могу работать с тестом, руки мои не заточены. Вы просто возьмите его в руки и начните с ним работать. И тогда вы точно увидите, что оно начнет поддаваться. Потому что не поддается в гастрономии поварам то, чем они не занимаются. Совершенно верно. Ну, опять же, это моторика. Всегда очень популярно любят использовать детские мастер-классы в силу того, что это и психомоторика, и мелкая моторика рук. Вот, тесто уже начинает поддаваться, как я сказал. Видишь, то есть оно уже, оно имеет единую структуру, консистенцию. Когда-нибудь я тоже научусь и стану пиццемейкером. Пицца-йола. Пицца-йола. Стальянского пицца. Ну, понятно, пицца и йола делать. Пиццемакер это больше американская, да. Да, в России люди, которые делают шаурму, называются шаурмен. Поэтому тут... И все, это достаточно. Собственно, здесь изнутри что должно быть? Ну, желательно, единое такое. То есть немножко вот так вот подворачиваем, не разрывая от центра. То есть подвернули немножко и закатали. То есть вот это называется пицца-болл, тот, который уже, собственно... На донышке не должно быть никаких дырочек. Он должен быть вот прям однородный. Мы уже видим, как он не рвется, а он становится эластичным. Да, как только начнется процесс ферментации, соответственно, вот те мелкие комочки, которые, ну, вручную, довольно-таки сложно их разбить, они перейдут. Оно, когда он начнет созревать, то есть вы увидите, что через сутки этого не будет. Будет такое пористое, хорошее, эластичное тесто. То есть все запомнили, чем больше белка в муке, тем ему нужно дольше растаять. Да, тем оно сильнее. А, тем оно сильнее. То есть тем мука сильнее. А мы его можем сутки расстаивать, а не двое? Конечно, нужно даже не то, что можно. Я имею в виду, много белка в муке. Так. Нам обязательно двое суток его расстаивать или можно за сутки? Разойдется вся вот эта вот гликовина? Да, смотри. То есть чем сильнее мука, соответственно, тем дольше по времени будет оно созревать. То есть вот те поры. Поэтому если вам надо завтра, не надо брать сильную муку. В основном используют рестораны, там, какие-нибудь тротории. Для того, чтобы не делать замес каждый день, сделали, используют его, допустим, в течение трое суток нормально, спокойно. Вот, поэтому это просто комфортно. Для ресторанов удобнее брать муку с повышенным содержанием белка для того, чтобы не так часто делать заготовки. Все, это можно положить. Не надо смазывать маслом, как, там, для пончиков или для хлеба. Это вот кладем сюда, накрываем пленочкой и отправляем в холодильник. Желательно, расскажу, желательно, если есть не круглый, а квадратный лоточек, для того, что когда пиццебол будет созревать, чтобы он не касался бортиков. Или не ставить, не класть два пиццебола рядом друг с другом, для того, чтобы они не склеились. Потому что когда мы начнем, когда мы начнем делить уже пиццеболы, если они склеятся, да, то у нас один борт будет квадратный. То есть он не будет круглым. А если оно начнет равномерно, так скажем, созревать, то есть увеличиваться, да, равномерно, то мы потом скребочком подденем, спокойно руками сможем сделать ту форму, которая нам необходима. Так, а на доске можно это сделать? Да, пожалуйста, конечно, на доске. Так, вот на доске, да, они касаться не будут? Ничего страшного, если касаться будет пленка? Не-не-не, это абсолютно. Все, вот так делаем? Да. Ну, только не, соответственно, не прижимаем, а просто оборачиваем. Вот так и еще раз, чтобы кислород не попадал. А, кислород не должен попадать, да. Вот, это нюансы, ты про них не забывай. То есть это должно быть герметично. А кислород попадает, что происходит? Окисляется, да, немножко дрожжи и, ну, соответственно, будет корочка. А нам нужно, чтобы это все было мягко и эластично. В общем, в таком виде мы отправляем, ну, у нас 10 с копейками белка, поэтому у нас на сутки. Сутки 22-24 часа, вполне комфортное время для того, чтобы начать работать с этим тестом. Ну, что ж, вот вы просили, базовое пицце-тесто, вот мы уже сделали пиццеболы, у нас готово. Через сутки оно созреет, ну, и потом уже можно с ним что-то делать. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, свои пожелания по пицце. И в следующих роликах я обязательно покажу, как это делать вместе с Аркадием. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok